Отпустите, любимый мальчик! А это ещё что такое? Люк, Ксюш, знаешь, я оказался ихним королём. Когда я был маленьким, моих родителей убили, а меня спас какой-то солдат. А как вас зовут? Эээ, слышь, дядя, как-то меня зовут правильно, забываю всё время. Абусуль Франс вам буки им бузуаеху второй, ваше величество. О! Сынок! Люське! С мужиками не везло! Первый мужик у её был алкаш. Она её только один раз в жизни видела трезвым. Когда он помер. А второй мужик у её был бабник. Она её два раза в жизни видела. Первый раз, когда он раскладушку принёс. Второй раз, когда раскладушку унёс. Третий мужик у её был битвый мужик. Она её каждый день видела. Но по мужской части слабый был. Она эту часть искала. С фонарём. Так и не нашла. А сама-то, Люська, была бабокрепкая, породистая. И с каждой ляжки родить могла. И с горя уехала она в город. И долго она в этом городе кота пасилась. За это время уж почитая три ноля, в денег сгинула. И вдруг присылает телеграмму. И вдруг присылает телеграмму. Приезжаю. Мыть чего? А знаете, это ж сколько надо мужика не мыть, чтобы он таким чёрным был. Мой, как четверть самогона разбил, так полгода не мылся в знак траура. Так таким чёрным не был. Он дура. Может, у неё национальность такая, типа негры. А может, моется он побольше тебе. А значит, бабы, сожрёте он её. Сожрёте он её. Я по телевизору видела, у них так принято. И она же нас пугала. И мы сели к Люське в огород крапиву следить. Сожрёт он Люську или борщом ограничится. Сидим. День сидим, другой не живёт. Всё живёт, а Люську не живёт. А только целуйте, обнимайте её. Мы бы даже уже и следить-то переслали. Да только Люська по ночам визжит. Как будто её режут. И главное, до утра. У нас же как в других избах. Баба взгвизнет разок, и всё. И корову доить. А тут же ж до утра. А Степана, она ведь... Не секс это. От секса так не визжать. Мы ведь откуда ты знаешь. Твой на коня взлезть не мог, падал. А с тебе так подавно. От не секс. От секса только мычат. Я по телевизору видела вот так вот. Как будто зуб болит. Или запор. А если ведь не секс, то что ж по-твоему? Это вот у неё кусает. Примеривается к поеданию. И она же ночью села к Люське в крапиву. Она даже бинокль взяла у милиционера. Сидеть. Темно. Ночь. И вдруг видит, штаны на её идут. Рубашка выше дыркой и всё. Как же ж она кричала. Она ж не знала, что это негра Люськина погулять вышла. Она ж думала, что это её муж с того света вернулся за самогонным аппаратом. Он, когда помирал, уж больно объём жалился. Эй, говорит, на том свете огонь есть. Котлы есть. Где ж я там змеевик возьму. Как же ж я от мук адовых спасаться-то буду. Как же ж она кричала. Мы думали, всё, к утру свяхнётся с ума. Нет. Глядим, бежит нормальная. Только кричит сумасшедшим голосом. А, мы чего? А, говорит, бабы, негра Люську схватила и к реке к обрыву понесла. Видать, замачивать перед поеданием. Мы со двора бежать. Глядим. А он её надад на руках несёт. Нежный. Мокрый. Целует. Обнимается. Люська, негру своего по каракулевой божке ладить. И ромашки тут и вплетает. Наши бабы на любовь эту глядучи заплакают. А мужики потупились, и затылки чешут. А утром я с дома выхожу, гляжу, мой на огороде бревно таскает и целую. Чего? Я говорю, ты что, допился совсем, что ли? Ну ты что, может я тренируюсь? Может я тебе сегодня на руках на речку попру? Чего стоишь и диромашки заготавливай? Я говорю, так неужто ты любишь меня? Ну ты что? Что я хуже негры, что ли? Что ж я бабу свою на руках на речку не допру, что ли? Ну я собаку за ухом чешу, что ж бабу свою почесать не смогу? Бабу, сомлела я все. Это же он мне первый раз по-человечески в любви признался. Схватила я его на руки вместе с бревном. Иду по улице, я его целую, бревно целую. А бабы из окон повылупливали, завидуют. А как на поле ромашковое вышли, гляжу Нинка своего на закорках тащить. Тамарка своего ботагами гонить. Даже Феодотов на старика своего на тележке садовой прет. И все целуются, обняваются. Мужики ромашки рвут. И вожки себе втыкивают. А ночью такой виз по деревне стоял. Соловьи замолчали, заслушались. Собаки на луну завыли. Пятухи утро проспали. А в коровах молоко прокисло. Вот оно, бабыш, то любое. Пятухи утро.